привет друзья это спортак т.в. и мы продолжаем обзоры велосипедов и сегодня хотим вам рассказать о модели giant tcr advanced 2 ком на сегодняшний день это одни из немногих шоссейных велосипедов которые вот есть еще на рынке в россии которые можно посмотреть поэтому вот я думаю это будет достаточно интересно ну и попросим рассказать о нем пашу пошли знаете нравится этот велосипед фрейм сет первую очередь надо ну и по комплектации ну расскажи что что у тебя нравится ну начнем с того что это один из немногих велосипедов на рынке которые имеют такую классическую компоновку геометрию и бы так назвал все такое традиционное сдержанное к месту ну то есть эстетически этот велосипед очень красивым по крайней для меня кого не только до такой классика классика то есть и при том что это самый последний у них еще то есть вновление еще пока фрейм сет не получил и вторая фишка это еще один из многих производителей которые выпускают велосипеды под ободные тормоза но это актуально больше для нас для велошкол хотя на самом деле уже в лесхолота диски уже переходят по полной программе просто это все как бы так не быстро будет происходить в общем классная геометрия по крайней мере как гоночного велосипеда и в целом эта компоновка мне очень нравится эти у трубы не такие утонченные вот особенно верхняя труба чувствуется у меня такой переход и это за жирная нижняя труба очень-очень так красиво сочетаются на мой опять же взгляд вот эти вот фишечки к сплющенная подседельная труба с вырезом таким аэродинамичным под колесо под задние тоже так выглядит необычно подседельный узел достаточно интересный взял но сплющенный подседельный штылы под аэра это есть у многих опять же ничего необычного интегрированный опять же зажим но как интегрировать это вкладыш которые просто клин он распирается соответственно подседел зажимается интегрированный это прямо какого болт в раме но как буду bmc например слр сделано как у мерид с алекс сбоку здесь подтягивается здесь это просто вкладыш который когда достаешь подседел он как правило выпадывает поэтому будьте внимательны он конечно достается туда то есть методом переворачивания велосипеда и вытряхивания его из трубы но лучше когда достаете если хотите достать подседел из рамы лучше его на нас перевернуть на руль и вытащить чтобы он выпал наружу либо остался вообще в руке понятно что подседел здесь карбоновый тоже стоит как фреймсет то есть фреймсет база велосипеда здесь у всех модель она одинаковая в линейке именно advanced есть еще линейка advanced sl который отличается еще более легкой жесткой рамой про линейка у него подседел вообще интегрированные регулируются он там незначительно то есть на то велосипеды уже подгонщика под конкретного он берется и настраивается уже пилится подседел как нужно ну и там какими-то проставками плюс величиной хода хомута выстраивается посадка но сейчас не об этом собран он на 105 навески конкретно эта версия вообще вся в круг и система и тормоза и все 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 здесь shimano r7000 имеем расчеты наличие 1134 сзади и 5034 спереди но вопрос был почему ком так потому что king of mountain конкретная модификация то есть это велосипед горный шоссе не при всех равных прочих поставить легкую навеску будет очень легкий он там даже поясине пройдет по весу будет легче чем нужно конкретно эта модель весит в районе восьми восемь скопе да ну потому что здесь тяжелые колеса не и рейс даст и это все роста пятая группа но больше здесь именно колеса дают веса giant ставят на дорожные велосипеды и на мтб среднем уровне уже давно бескамерные колес как они здесь стоят довольно широкие что есть тоже хорошо стоят 25 покрышки стоки хотя зазоры позволяют и 28 поставить это видно по тормозам в принципе это никаких с этим проблем нет даже 25 резина установленная бескамерно выглядит довольно большой у меня у смо такие покрышки имеются но я ничего не могу про них сказать пока что плохого или хорошего так и ездил на них мало но как тренировочные однозначно сгодятся но он тяжелый довольно но как тренироваться этого достаточно за глаза ну и попробовать вообще без камерку она здесь тоже стоит в стоке на этих велосипедах на уже установлено стоит 440 руль тоже джайантовский алюминиевый но это все пропорционально ростовки то этого ростовка и считается уже большой это 58 у этой рамы что позволяет мне на нее сесть седло опять же которое мы уже видели на примере гравийника револьд это джайанта прочь я про него рассказывал что этого довольно такой уже сейчас распространенный стиль распространенный какой дизайн треугольный профиль вопрос уже только вот в игре вот этими размерами размер честно говоря не помню но визуально 140 наверное где то так вот плюс минус но опять же седло индивидуальный показатель но по опыту других людей довольно удобно и опять же есть вариации разные есть карбоновым основанием и карбоновых рейлах на титановых рейлах там уже зависит от комплектации соответственно велосипеда на котором оно стоит и от цены прежде всего зависит получился вот такой велосипед шоссеный в своем стиле сдержанный даже несмотря на наличие проводов большого количества их присутствие визуально велосипед очень актуален по сей день даже топовые комплектации но на электроники сароне и торчащие рубашки тормозные и это не мешает например команде dsm если не ошибаюсь ездить на таких велосипедах плюс это возможность настраивать быстрее когда у тебя есть спецвынос какой-нибудь там интегрированный под рубашки ты попробуй отрегулирует а по-быстрому его нужно снять разобрать отрезать там сям взять новый вынос другой допустим формы его примерить а еще получится так что рубашки допустим слишком короткие но ситуации может быть очень много а вот когда ты приезжаешь на сбор и тебе нужно у тебя новый велосипед надо строить посадку так случилось что заранее допустим нет возможности ты просто берешь и выносами играешь например вот здесь проставками и смотришь уже как тебе удобно поэтому плюс-минус в обслуживании гораздо проще да но и уронить этот велосипед меньше 6 там килограмм меньше 6 скажем так выйти из 7 вообще проблем не состоит поляется колеса гоночные ставятся там допустим система какая-нибудь типа кварк допустим измерителем мощности либо шамановская допустим двойная ну и в принципе все кассету допустим поставить вот игра что так но и отличается по весу и он будет там в районе 7 плюс минус но если уж совсем так конечно говорить можно еще руль карбоновый поставить вас не обязательно даже всю группу менять переключение но вот колеса дадут очень много ну это кому надо можно довести позиции для тренировок тренировочные колеса как такие базовые они нормальные для гонок конечно ставится карбоновый профиль просто и все там уже в зависимости от того куда я хочу выехать друзья ну вот такой вариант паша спасибо тебе за информацию вот такие велосипеды у нас есть наличие в разных ростовках если кому-то интересно обращайтесь на самом деле такой классический шоссейник который в общем то наверное актуальный и сейчас и актуальный еще и будет и дальше находиться вот такой велосипед друзья если у вас остались какие-то вопросы пишите в своих комментариях если видео было полезно ставьте лайки всем пока друзья тест на вес модель giant tcr-advance 2 ком на наших весах показывает 8 килограмм 160 грамм ну в общем то неплохой вес причем это еще ростовка эльф